В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, как появилось понятие энтропии в динамических системах. И, как я уже написал в своей аннотации, это событие вместе с другими событиями, на самом деле, сильно изменили картину значительной части математики. И вообще, нужно сказать, что теория Шиннона, теория информации и все, что за этим последовало, это одно из самых крупных событий 20-го лета, на мой взгляд. Мы сейчас готовим, кстати, сборник названием ретроспектива математики 20-го века «Взгляд из Петербурга». Сборник этот почти готов, но если будут желающие что-то написать, еще это не поздно сделать. Вот я как раз в этом сборнике собираюсь, вернее, уже подал статью, как раз про информацию энтропии и их роль в дальнейшем развитии математики. В 1957-58 учебном году Калмагуров читал курс на мехмате в МГУ, который слушали ныне широко известные математики, тогда астеранты и студенты. И в этом курсе было, на самом деле, почти все, что Калмагуров к этому моменту накопил. Там были его первые работы по малым знаменателям, в дальнейшем, то, что называлось Кам-теория. Там была энтропия, там много было про эпсилон, энтропию компактов. Тема немножко в стороне стоящая, но я ее тоже затрону, и на самом деле это и есть одна из новых, на мой взгляд, перспектив, соединить эти две темы. Так что вот этот курс был таким, можно сказать, взрывоподобным, потому что за этим сразу последовало много работ. А что касается работы Калмагурова, то я немножко об этом скажу. Значит, мой план такой. Я немножко поговорю про историю, совсем немного, поскольку мне кажется, что она заслуживает интереса, потому что здесь много любопытных вещей проявилось. Затем я дам определение, два определения энтропии динамической системы, расскажу про непосредственное следствие. Ну, а потом пойдут уже вещи более специальные. И, собственно, некоторая новая часть, которую я хочу вам представить, состоит в некоторых планах, скорее, хотя там есть уже и результаты. Того, как, на мой взгляд, сейчас можно отчасти переустроить энтропийную тереодинамическую систему, включив ее в несколько новые, во всяком случае, для этой области контекст. Вот. Ну, вы знаете, что Шинон – это замечательный прикладник, но мы все очень гордились тем, что он по образованию математика. Он свои работы опубликовал в конце 40-х годов, и до России они дошли с запозданием, с понятным, и при этом случилась любопытная вещь, которая сыграла некоторую, я бы сказал, злую шутку с авторами. Дело в том, что, ну, как многие из вас знают, такие новые теории, как теория информации, кибернетика в конце 40-х и в конце 50-х годов идеологически были непризнаны и ругались, как отрыжка буржуазной науки. Но, тем не менее, думающие люди, в основном те, кто занимались военными приложениями, они тщательно следили за тем, что происходит в мировой науке. И, в частности, сборник работ Шинона был переведен довольно рано, он вышел в начале 50-х годов под названием «Статистическая теория передачи сигналов при наличии померок». Математик в такой сборник вряд ли бы стал заглядывать, а к тому же авторы перевода, они сделали следующее. Они проигнорировали все приложения Шиноновских работ. Шинон писал работы, он писал в основном для инженеров, для крупников, но он, как математик, понимал, что многое надо доказывать, но доказательства помещал в приложение. Так вот, переводчики наши, инженеры, это те люди, которые, кстати, потом и организовали известный ныне институт проблем передачи информации, он был организован в середине 50-х годов. Они опустили все эти математические детали. Я прошу прощения, я после переезда недавнего из Германии на время потерял голос, потом почти восстановился. Вот. Это сыграет роль в моем дальнейшем рассказе «Отказ о публикации доказательств» в книжке Шиноновских. А вот произошло следующее. Значит, вот Хинчин, который, как известно, замечательный математик, и особенно он хорош в популяризации новых идей, автор многих статей и книг, он в 1953 году и в 1955 году опубликовал две небольшие статьи обзорного характера и успеха. Как хорошо помню, я тогда следил за успехами, даже помню зрительно. Они были совсем небольшие, и это был такой шок, потому что нужно еще вспомнить, сейчас все уже это забыли, что слово информация для советских людей ассоциировалось со словом политинформация. Или уж на худой конец со словами информбюро, помните, было такое слово информбюро, а позже было знаменитое коминформбюро, такой орган, похожий в наследник интернационала, третьего, который там размещался в Праге. Поэтому слово теории информации, передача информации звучало просто несколько дней, нужно было к этому привыкать. Толмогуров же, по-видимому, начал этим интересоваться сразу. И, собственно, вот я постепенно перехожу к делу, он понял очень рано, что в идее информации содержатся мощные средства для решения старых математических задач. И, собственно, в этой работе 1958 года, о чем я сейчас скажу подробнее, он перешил задачу, которая стояла почти на 20 лет, даже больше. Задача о разрешении автоморфизма Бернурга. На самом деле, значит, есть свидетельства, тогда они не были известны никому Могорову, никому, что эту же идею высказал сразу после работы Шинона на фон Ноймон. Это свидетельство Кокутани, но рассказ Кокутани, рядом математик в последующем, но никаких, конечно, следов нет. Поэтому открытие Толмогурова было сенсацией обе стороны океана. В чем же оно состояло? Ну, давайте, значит, перспективно переходить к Толин. Ну, сейчас я... Значит, ну, может быть, все-таки нужно здесь сказать про то, в чем состояла задача. Всякое новое средство хорошо проявляется тогда, когда есть задача, на которой это средство можно проверить. Значит, задача, которую, в частности, решил Коколмогуров, сама по себе очень просто формулировать. Представьте себе, что у вас есть схема Бернурга, то есть последовательность, независимость, случайность, одинаково распределенных, отменить бесконечность и бесконечность. И в пространстве, ну, по сексе, он принимает, скажем, только два значения, 0,1. Поэтому все это происходит в пространстве бесконечных произведений, боеточек, двусторонних. И мы рассматриваем сдвиг. Это преобразование, которое сохраняет Бернургскую меру произведения независимых. И поэтому это есть самое простое, простое, в смысле, по определению, но это все не простая, по сути, динамическая система, пространство с мерой. Это и есть пространство с мерой, а это и есть сблик. Есть мера, которая, Бернургская мера, которая сохранялась. Ну, теперь нужно сказать о том, что было до 50-х, до 50-х, до конца 50-х годов теории динамической системы. Это была теория, в основном, спектральная. Значит, она началась в начале 30-х годов с теперь уже банального, а тогда очень важного замечания Кукмаса, которое состояло в том, что если у вас есть какая-то динамическая система, есть преобразование в сохраняющую меру, то тогда в Э-2, пространстве Э-2, по этой мере, можно определить вот такой унитарный оператор. Собственно, замечание состояло в том, ну, правильно его так писать, замечание состояло в том, что это унитарный оператор. Поскольку в 30-х годах уже появилось развитие спектральных и теорий элементарных операторов, то понятно, что это спектральные варианты этого оператора, это есть средства изучать какие-то. Ну, Фонтаномен буквально сразу в 32-м году доказал замечательную теорему, показывающую, что если этот оператор имеет дискретный спектр, то есть у него есть полный набор собственных значений, то тогда это полностью восстанавливает с точки зрения эземофизма эту систему. Я не сказал, что такое эземофизм. Значит, если у вас имеются два преобразования сохраняющих меру, то если существует еще одно преобразование, которое связывает их таким образом, то тогда эти системы и заморжены, а эземофизм всего лишь измеримое обратимое преобразование, которое сохраняет меру. Значит, это и есть задача теории, эргонической теории, теории энергетических систем, классифицировать преобразование, хотя это не самая главная задача, но все-таки важно. Так вот, спектральные варианты, конечно, являются не вариантами системы, потому что вы можете взять оператор ТРУФС, и соответствующий оператор будет цирклижен. Но спектральная теория сама по себе достаточно сложная и трудная, вычисление спектра это серьезная задача, она, конечно, заранее было ясно, были простые, хотя немножко не основные, я назвал примеры, показывающие, что спектральных объемов мало. Что если вы знаете, что у двух преобразований унитарные операторы измеримой заморжены, то есть спектрами одинаковые, с краткостью, то это вовсе не значит, что эти заморжены. Но один пример был вызывающий, это пример со схемой Гермуля. Вот представьте, что у нас одна схема Гермуля, ну, например, вероятность и половина, половина. И еще одна, скажем, одна, тридцать, две тридцать. Это разные системы, меры разные, основные тоже меры разные, можно привести к этому мере, это не важно. Но из-за мощной лезвии, верно ли это или нет, что сдвиг здесь и сдвиг здесь связаны такими вопросами. Это не пустой вопрос, потому что вопрос об эмоционализме с точки зрения приложений, это вопрос о кодировании. Ведь на самом деле это процесс, который передает информацию. Каждый раз что-то случается, и этот процесс такой же. Можно перекодировать один в другой, так, чтобы можно было бы восстановить исходный процесс, то есть обратимым образом. Так, чтобы сохранить вероятность, сохранить веру и получить. Это практический вопрос. На самом деле, приблизительно в этом и состоит теория информации. Как кодировать, декодировать, когда это возможно, когда невозможно, какие есть сырцы. Правда, такая постановка вопроса не очень хороша для физических приложений, потому что здесь не сказано, что это кодирование, S, сохраняет прошлое. Идеально было бы решить такую задачу. Вот у вас есть два процесса, когда возможно перекодировать один в другой таким образом, чтобы прошлое перешло в прошлое. Иначе вам надо заглядывать вперед, чтобы сказать, что было в нулевом момент во втором процессе. Увы, эта задача, я буду говорить о судьбе общей задачи, но эта задача далека от своего решения и сейчас. Вот теперь пришла пора сказать о Калмоголе и его открытии. Значит, я хочу заметить, что очень несложное упражнение состоит в том, что для всех таких систем спектр одинаковый. Спектр будет то, что называется счетно-кратным дебеком. То есть бесконечная кратность обычного либековского спектра, либековского мера, спектральной меры либековской мертвы на отличности. Спектр, который ничего не дает. Ну вот, теперь давайте перейдем к определению Калмогол. Значит, начнем с того, что электропейские спектры и меры всем понятно, что такое. Вот у вас есть преобразование Т. Пусть оно реализовано как стриг в пространстве последовательных, сессимово, то есть как случайный стационарный процесс. Известно, что любую динамическую систему с вариантные меры можно так реализовать. Вот определение Калмоголова. На первом стиле, ну, совсем простое. Он говорит следующее. Давайте рассмотрим этот процесс, скажем, до момента 0. До нынешнего момента. Если вы сфиксируете прошлое, мы в прошлое знаки, и посмотрим, какое распределение в следующий момент. Что мы можем ожидать при фиксированном прошлом, мы просто знаем. Какое будет распределение вероятности, ну, скажем, если у нас два состояния на 0 и 1, если мы знаем прошлое. Значит, получается, некоторая система условных вероятностей на пространстве состояний, на 0 и 1, зависящая от того, что было под прошлым. Давайте возьмем при фиксированном прошлом энтропию, а потом усредним по всем прошлым. Вот это и обозначено вот тем, что я написал. Условная энтропия или условное количество информации, которое сообщается за один шаг. Калмогуров утверждает, и не совсем верно, уже об этом скажу, что вот эта величина при некоторых условиях на Z, Z, это как бы прошлое, это сигма алгебра, это разбиение по прошлому, она уже является метрическим вариантом. На самом деле, это так и есть. Для схембер-могурова это уже безусловно. Но доказательство того, что это метрический вариант, это не такое простое. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас сюда входит вот эта церковь, которая может менять одну и ту же динамическую систему, можно реализовать разными процессами, будет разное прошлое, разные условные вероятности, как тут быть. Вот. И замечу, это стоит заметить при истории, тем более, что в собрании его сочинений это немножко занято. Он немножко ошибся. Вот в каком месте он дал условие на это прошлое, как знаменитое условие, которое сейчас называется условие К-системы. это означает следующее, что вот прошлое, ну, прошлое можно понимать как систему множеств, систему измеримых множеств, такую, что, значит, она включает С-1 А. Так вот, Комагоровское условие, которое мне пригодится, стоит в том, что, если вы рассматриваете пересечение по всем натуральным n меньше нуля, то в бесконечном прошлом ничего нет. Там тривиальные сигмалы. А если наоборот, если взять объединение по всем А, n, то вы получите полную сигма-алгетру, то есть вы получите все. Вот если в динамической системе существует такая система, такая сигма-алгетра множеств, которая в одну сторону, если брать пересечения, тривиально, а круглую сторону, что и все, то тогда говорят, что это есть К-свойство, называют К-процесс, причем слово К, Комагоров называет квазирегулярность, а в дальнейшем это К-стала в первую букву его видеть. Значит, это динамические системы вот с таким свойством, но еще я не совсем все сказал, значит, это несколько свойств. Вот. Однако оказалось, что вот этого, все-таки одного этого недостаточно. и заметка Комагорова, о которой я много говорил, сейчас уже отойдем от нее, она начинается со слов, что мы будем использовать терминологию и технику, развитую Роклину в его работах, имелось в виду работа Роклина по организической теории, по динамическим системам, и, собственно, вся работа, она выдержана в этих терминах. Однако, значит, на самом деле, его недосмотр был в том, что вот эта операция пересечения, она очень непростая, и Роклин заметил, что есть контрпример в его теореме, и во второй заметке Комагоров сноски приводит этот контрпример и исправляет ошибку, ну, не до конца, а в конце концов она была исправлена уже позже, и сейчас не стоит об этом говорить. Но, так или иначе, главный шаг был сделан Комагоровым, и это было замечательное открытие. В чем же оно состоит? Это истинный вариант. Но для схемы вернули, понятно, раз все незамисимо, значит, не нужно брать никаких условий, просто взять интерфейер по перемену. Значит, что же доказал фактически Комагоров у меня здесь наносится? Он фактически доказал следующее. Ну, в арсенале я сейчас скажу, что в энтропии есть метрический вариант. Если энтропию, которая обозначена H от T, такая, то такая же будет и у сопряженных систем. теперь перейдем к Синайу. Синай дал почти сразу, одновременно во втором, вторая заметка Комагорова была, в том же номере, где заметка Синай, совсем другое определение, которое куда более прозрачно, оно комбинаторное, оно очень простое, и оно вообще принято сейчас. У этого условия еще тот недостаток, что здесь очень важно, что у нас есть время, одномерное время. Определение Синай годится для действия любой группы, и Z, и R, и многих других. И это настолько сильно повлияло на дальнейшее, что за границей прямо как всегда говорят энтропия Комагорова Синай, что совершенно неверно, и с чем Яша Синай, мой друг, полностью согласен. Энтропия Комагорова. Но действительно Синай дал замечательное пространство. Вот о нем я сейчас поговорю, потому что для нас это важно. Значит, оно действительно комбинаторное, потому что ничего не надо знать про то, как реализовать систему. Комагоров был близ к Шеноне, поэтому он рассматривал этот вариант в рамках все-либо случайных процессов. На самом деле надо просто, вот у нас уже есть, я уже написал некое пространство с мирой и есть некое преобразование. Разобьем наше пространство на конечное число измеримых множеств. Это измеримые множества. Обозначим это разбиение через Кси. А теперь давайте двигать это разбиение. Что? Возьмем Т-кси, 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 Т-кси и так далее и пересечем. Пересечем, пересечем, значит, возьмем произведение. Это не произведение разбиение, то есть разбиение, элементы которого это пересечение всевозможных блоков. Оно как-то сильно измечилось. И вот теперь давайте рассмотрим энтропию. конечное разбиение. Энтропия уже выписана. Давайте я еще раз напишу. Просто энтропия некоторым элементом давайте обозначим это просто в нём в нём в нём это логовидность обычной двоичной логовидности. Возьмем по причине совершенно понятной поделим на n, поскольку мы его соединяем по времени и дальше совсем несложное упражнение состоит в том, что предел существует и более того он равен даже инфимум. На самом деле предел будет инфимум этих выражений и это есть h , c то есть это некое число возможно нулевое возможно даже бесконечное если отказаться от конечности изменений но это некое число которое зависит от изменений и все что предлагает всевозможным конечным разбиением уже спасибо уже точно совершенно не будет зависеть это величина уже ни от чего другого не зависит это есть вариант вот это и есть та самая так и это не очень сложно установить что при определенных условиях но разумеется такое определение привлекает гораздо большей степени потому что садитесь считать дальше началась интенсивная работа это работы Рохлина Синая Абрамова Арова по вычислению этого числа для разных конкретных систем например Вазим Тор Мерный и вообще Автомофизм компактный Абелевой группы это прекрасный пример алгебраические динамические системы сохраняющей меру Каара какая нейроэнтропия ну вот посыпались работы с вычислениями оказалось что это замечательная задача в нейроэнтропии например Автомофизм Тора это есть не что иное как сумма логарифмов модулей собственных чисел которые больше единицы такой замечательный и так далее значит если говорить о самих задачах такого типа то я уже сказал что решена старая задача которая решение которое выглядит так если взять Автомофизм Бернули с Двит Бернули вот с каким-то распределением вероятности то тогда это выражение будет инвариантом поэтому если у двух мер праздные энтропии то тогда и семью не может быть сопряжено не может быть заморкнутые следующий шаг через 10 лет был сделан Доном Амштейном замечательным американским математиком который решил в каком-то смысле обратно задачу которая появилась тут же потому что ну что же начальник Ковмагуров различил сдвиги Бернули и различающим вариантом стал а что это все или не все можно ли утверждать что если энтропии равны то они заморкнуты и здесь если говорить об истории история тоже замечательна потому что сначала Синайд доказал что из этого условия следует что эти системы слабые заморки то есть каждый из них является фактором другого но это еще не значит что они заморки а Эйнштейн сильно продвинулся эту науку и доказал вот этот результат и тем самым сдвиги Бернули были раскрафицированы полностью только это предвидеть это заранее было и тут я опять должен вернуться немножко к истории потому что это все очень любопытно я уже говорил что Калмагоров связывал это с теорией с эпсилонотропией компактов о которой мы еще поговорим и с различными вопросами теории процессов и вот они вместе с Гельфандом была известная статья тоже в успехах Гельфанд Калмагоров как известный Гельфанд ученик Калмагоров и Яглом написали статью о количестве информации в одном случайном процессе по другому замечательная статья очень интересная со всякими доказательствами и в следующем номере я не помню или в том же сносках что они приносят извинения в связи с тем что некоторые доказательства оказывается были у Шенона но поскольку они смотрели на ту переводную книгу о которой я говорил то они не знали что Шенона есть доказательства доказательства вот и это в свою очередь продвинуло теорию обобщенных процессов но на что-то немножко другую сторону теперь дальше я не собираюсь рассказывать всю историю этой науки потому что моя цель немножко другая я хочу сказать про непосредственное продолжение оно оказалось неожиданным значит хотелось думать что энтропия вообще есть единственный инвариант всех систем которые передают информацию вот помните стертая вычисление стертая формула для к-системы которые умеют передавать информацию но еще там некое условие так вот нет оказалось что даже для таких преобразований которые естественно было назвать хаотическими это не так и альштейн построил континуум по форме изоморных систем с одинаковой энтропией и с одинаковым конечно спектром тем же счетно-кратным ветвеговством которые тем не менее не являются изоморными до сих пор хотя прошло с тех пор двадцать с лишним лет эти примеры не поняты по-настоящему и нужно сказать за исключением одного из них о которых я в самом конце должен упомянуть это они не встречались в природе то есть их еще не нашли среди классических систем ну а что касается классических систем то я несколько слов скажу потому что это если угодно главная цель всей теории динамических систем но давайте рассмотрим например геодезический поток на римановом многообразии на единичном на единичном точнее на единичном касательном пучке римановом многообразии это компактовое многообразие значит это динамическая система с непрерывным временем сохраняющая меру и первый вопрос который возникает она что вот такая вернулимская или нет и это тоже доказал Эйнштейн хотя после этого были серьезные упрощения это тоже вернулимская система ее энтеропия тоже считается и вот таким образом один из основных классических примеров как-то вложился в эту схему что невозможно было бы себе представить без энтеропии потому что с одной стороны исходное понимание шло от сегодня случайных процессов передачи информации а здесь речь о классике трехмерное многообразие с каким-то потоком вот оказывается что ОМОН изоморфно случайному процессу определенному который может называться бернулимский я не буду называть не буду описывать что такое бернулимский процесс для ОМОН вообще слово автомофизм бернулим в отличие от фитбернулим означает автомофизм изоморф бернулим это не значит что последовательность независима может быть Марковская и другая так или иначе многие классические системы интересные потоки я не сказал главного это речь идет о потоках на многообразиях отрицательных езды они незапонтны бернулимским и тем самым тропии есть единственные варианты что касается других классических систем то среди них есть конечно и хаотические и такого же типа системы есть и другие например поворот окружности это система которая не может перебивать информацию она похожа на нетерминированную и есть детерминированная так что вот такая фактина вот теперь я наконец приступаю к чему-то новому значит первый вопрос который возникал у всех кто тогда интересовался этой теорией первый глупый вопрос стоял следующий ну хорошо допустим это выражение равно ну а что мы не можем здесь поставить не единицу на n а какое-то другое другое последовательность нормирующую ца и объявить опять точно так же все прямой ответ который получался сразу так сказать не нужно было думать состоит в том что это не годится последующей очень важной причине вообще по какой причине можно это вычислять а по тому что это выражение непрерывно по кси если вы чуть-чуть возмутите разбиение вот это чуть-чуть подправите то это тоже чуть-чуть изменится есть непрерывность поэтому можно вычислять если не было непрерывности то совершенно непонятно как искать супремум здесь же если вы замените n на ц там никакой непрерывности не будет поэтому отрицательный ответ который все вытворились состоял в том что ну да можно но как это считать я хочу сказать что не потому что нельзя считать это потому что это вообще не годится потому что имеет место такая довольно простая теория что если взять в качестве места одной n вот такое cn просто последовательность положительных чисел которые стремятся к бесконечности тоже но маленькая ответ любую и взять любое органическое превзовольное например самое простое вот такое то тогда можно найти такое конечное разбиение что этот предел будет равен бесконечности поэтому никакого нового варианта вы не получите почему это так почему это неверно когда cnr 0m это замечательное обстоятельство оно вот в чем состоит что на самом деле энтропию очень легко увеличить за счет такого паразитического эффекта возьмите какое-нибудь одно множество и мелко мелко его нарежьте понятно что энтропия подскочит но в этом случае она таки может подскочить но на множестве малых мель поэтому сама энтропия не может почувствовать ничего потому что она реагирует и на вот такие вещи но это только потому что мы это может случиться только на мастер для меня это было не совсем в этом контексте отправной точкой чтобы чуть-чуть изменить вот я написал почему и написал ответ потому что на множестве малой меры вот это изменение может быть очень мелким но как это исправить вот мы наконец приходим к некоторому синтезу идеи энтропии и идеи эпсалон энтропии компактов которую тоже тоже Калмагоров позывал и которой было очень много работ посвящено потому что это и теория приближения и теория операторов и так далее но здесь я хочу обратить внимание на просто такое странное обсессор что то что я сейчас буду говорить сравнительно просто и оно приводит к правильному пониманию того как возмутить энтропию как вместо энтропии рассмотреть сирию вариантов родящиеся для случайного но почему это не случилось значит я хочу просто разрешить рассматривать разбиение с точностью до множества малой меры значит тогда мы должны сказать что это имеет это разрешение зависит от эпсула получает такую функцию от эпсула это энтропия разбиения ограниченного на множество но не все пространство а некоторое множество по секунду тогда можно подсчитать вот такую энтропию получается функция от эпсула вот замечательная обсесса состоит в том что давайте мы теперь назовем класс последовательности ц масштабирующим скейлинговой тропии если верно следующий ну во первых всегда с этим классом это будет меньше эпсула и с другой стороны есть такое разбиение где это больше эти последовательности все должны быть эквивалентными с собой и мы тем самым приходим к такому понятию класс класс скейлингов здесь я уже пришел серпен но здесь я пишу эпсула этот класс скейлингов будет уже хорошо себя вести значит он будет зависеть и от эпсула функция от эпсула которая зависит от кси и самое замечательное что при этом вот этот класс последовательности можно вычислять потому что он будет различать преобразование с нулевой энтропией не только в этом случае это полногоровская энтропия а и в других случаях примеры я сейчас позже приведу вот иногда бывает что в этом классе можно выбрать одну последовательность тогда не надо рассматривать класс этой последовательности а просто предел при данном выборе царя это будет уже некоторое число и это есть число которое называют на первом интервью теперь я хочу еще раз можно последний раз процитировать его махурова а именно его замечание очень проницательное по поводу в одном из его докладов первое время значит когда появилась эта теория он пишет что во всяком открытии математическом но видимо не только математическом в отличие от такого планомерного и обычного развития науки накопления фактов объяснения уточнения аппарата развития аппарата и так далее так вот в отличие от всех таких случаев открытие должно содержать какой-то элемент неожиданности в случае Шенона эта неожиданность была в том что это всего лишь число после всех этих ужасов со спектральной теории с сложными инвариантами и так далее сложным поведением просто одно число оказывается столь значимым и серьезным и это действительно правильное замечание более того она я бы так сказал она до сих пор так и оставалась числом ничего нового не произошло но на самом деле и в этом я хочу убедить вас хотя еще для этого мало фактов что на самом деле она вставляется в некую совершенно другую теорию где уже она живет как бы в своем собственном мире но факт остается фактом что это одно число оказалось очень существенным и во всяком случае позволило выделить класс этих систем может быть может быть пора сказать что когда я говорю К-система я имею ввиду не просто это условие что система может передавать информацию а еще дополнительные условия это называется вполне положительная энтропия нет фактора который бы не мог передавать информацию то есть это такая система в которой любая сигма алгебра достаточно представительная она действительно имеет движение в обе стороны вот эти системы вполне положительной энтропии или коротко к-системы были выделены благодаря одному единственному числу пример но я уже сказал что Кадмогургская энтропия это есть мышцнобированная энтропия когда это последний она теперь давайте поговорим про противоположные случаи самые простые терминированные системы это система с дискретным спектром и здесь основной пример это поворот окружности надежность она это действительно органическая система и ее свойство основное состоит в том что она изометрия она сохраняет не только мир но и метрик и вот по теореме Шемнона которую я упоминал любая система с дискретным спектром органическая система с дискретным спектром есть сдвиг на компактный агрио-льдур ну а следовательно вы можете взять метрику на этой агрио-льдур и эта система будет просто изометрической поэтому в некотором смысле но это будет чуть-чуть дальше ясно неудивительно что вот этот класс ЦМ для таких последовательностей это просто ограничение последовательности ничего не растет если вы возьмете метрику то она будет оставаться двумя я пишу про связь это в частности вытекает из замечаний Фернса немножко в другом контексте ну а кроме того я еще должен сказать что значит Кириллов предложил идею как переносить то есть он собственно перенес определение Синаи на другие группы а Кушнер наоборот это отобщение Кириллова перенес обратно на группу Z в результате получилось то что называется последовательность на энтропии ее взаимоотношения с моей штабированной не выполняющей сны но они различны и вот Царенко Кушнеренко тоже характеризует баскетный инспектор с помощью этой последовательности вот замечательный пример который лежит между ними если вы рассмотрите на том что двумя поверхностями отрицательной кривизны касательно пучки не геонезических потоков а потоков рециклов то он владает следующим замечательным свойством спектр у него такой же как у хороших всех систем хаотических а именно еще на кратбере вековских тем не менее энтропия Калмагора у него равна ну спрашивается а что вот с этой масштабированы но честно говоря я до конца это все еще не проверил но дело в том что другие работы Ратнера и независимые почему-то Кушмиренко они показали Кушмиренко с помощью своей последовательности энтропии различил потоки рециклов если это перевести на мой язык то это означает что последовательность масштабирующая последовательность вот такая ну Ратна тут можно даже ее не упоминать но она важно что она тоже собственно результат и того и другого состоит в очередь что поток рециклов и его например Декартов квадрат не изомн энтропии это различить невозможно потому что ноль и там и там и спектр тоже но не изомн связан с тем что это будет разная для потока рециклов и духовных но остается всего ничего остается огромное количество динамических систем на которых очень любопытно подсчитать что же это такое вот это масштабирование и какая какая что за терапия но я упоминаю я не имею времени рассказывать что это такое это автоматизма комбинаторного происхождения такого графического слова теориографа происхождения спектра которых до сих пор не вычислили между прочим и они тоже лежат они не такие не как но и по-видимому не дискретный спектр я хочу только подчеркнуть что это задача которую надо просто решать потому что все здесь кажется очень обозримым и я сейчас скажу подробнее что это могло бы быть и во-первых а во-вторых что это средство доказывать что спектр не дискретный потому что если вы докажете что последний сцен не ограничен то тогда вы тем самым исключите дискретность чистую дискретность спектра которая является пока открытым для безобновения теперь я хочу подняться так сказать на несколько другой уровень потому что все это трудно выражать с помощью разбиений вот такой вот наивной комбинатории правильнее перейти к настоящим или к полуметрикам и заниматься и это ключевые слова моего доклада динамикой метрик значит главный мой теннис состоит в том что энтропия и масштабированная энтропия это инварианты динамики метрик точнее асимпетические динамики метрик что это значит но вот если вернуться опять к спектральной теории о которой я говорил она заменяет изучение динамической системы изучение движения функций пространских функций под действием той же системы то что я хочу сказать сводится грубо говоря в общем давайте будем рассматривать функции не одной переменной а нескольких и притом не любые а не то есть мы будем рассматривать динамику в пространстве метрик под действием нашей динамической системы метрика это очень мощное мощное понятие оно заключает включает в себя много разных характеристик и конечно это будет дополнительная информация вот мой тезис состоит в том что именно здесь а не здесь правильное место для энтропии и не только энтропии и много что все давайте сделаем плавный переход сначала пусть у нас есть разбиение но метрику мы определить не можем но мы можем облить полуметрика просто таким банальным образом расстояние между двумя точками равно единице если эти точки лежат в одном элементе разбиения простите нулю если нельзя в одном и единице если в разном получается такая полуметрика если вы проекторизуете по нулевому отношению превалентность становится конечная метрическая и вы можете взяв несколько таких метрик рассмотреть супрем значит у вас есть полуметрики на вашем пространстве х и вы берете супрем этих метрик это равносильно той операции которая присутствует в определении сигнала вот теперь для того чтобы это все сделать достаточно срочно можно как-то обозреть класс метрик которые мы будем рассматривать я называю допустимыми и это метрики которые вытворяют следующим образом они конечно измеримы функции двух переменных и еще одно условие что это пространство метрика или полуметрика это не важно если полуметрика то влази а если метрика то компакт но это значит что если вы профакторизуете по отношению эквивалентности где точка на новом расстоянии то вы получите компактное метрическое пространство вот эти два условия основные значит это есть некий конус значит тут происходит некая переворот понятий обычно в математике давно в геометрии и функциональном анализе фиксируют пространство и фиксируют метрику и рассматривают разные меры я в некотором смысле делаю противоположное я фиксирую меру и на этом пространстве с мерой например на отрезке рассматриваю самые разнообразные метрики которые не эквивалентны никак не связаны между собой получается конус допустимых методов он замкнут конечно относительно взятия конечного сутра и так далее вот это тот контекст который нам нужно работать группа приоритования сохраняющих мер разумеется на нем действует и вот динамика метрик и ее асистопика это и есть как раз те варианты которые я хотел бы рассматривать теперь переход к эпсономентропии он тоже на самом деле по другому поводу был в работе Калмогорова это вот что такое у вас есть компакт с мер тогда можно определить вот какое понятие вот такую функцию которая зависит от метрики от меры и от эпсалона это вот что но наивно это просто вот что вы берете минимально возможное число точек эпсалон на окрестности которых покрывает не весь компакт а множество меры больше чем извините межэпсалон то есть вы выкидываете какое-то множество более удобно и более научно сделать следующее надо взять вашу мену мен и рассмотреть все дискретные меры которые находятся на эпсалон расстоянии от нашей меры мен в смысле метрики не какой-нибудь а метрики Контороевича почему Контороевича я не не берусь сказать только она здесь важна только она нужна здесь но в самом случае это удобно это короткое определение вы просто берете окрестность этой меры и смотрите какой дискретный меры из этой окрестности самая маленькая эффект значит это вот то что я говорила немножко размахивая руками становится точным определением можно теперь рассматривать последовательности меток вот такие Т и Ро брать супремум или можно кстати брать супремум и это тоже другая возможность можно усреднять эти метрики я еще не выяснил насколько это различные вещи но в основном я ближе к основному тексту говорить о супремум и дальше можно определять то о чем я говорил значит теперь у нас и обычные метропе мустодированные метропе становятся просто мы делаем то же самое определение но уже на другом уровне значит мы берем последовательность ЦН такую что выполняется просто вот значит это некий класс последовательности ЦН он уже ни от чего не зависит кроме как вот от чего теория давайте давайте рассмотрим органический автоморфизм рассмотрим последовательность ЦН которая удовлетворяет одному дополнительному условию это не любые метрики надо брать а именно надо брать такие метрики для которых этот органический автоморфизм топологически транзитивен то есть у него есть всегда плотная траектория потому что если этого нет ну тогда уж слишком далеко и вот если это есть то тогда больше ничего знать не нужно уже вот этой метрики одной достаточно чтобы определить класс таких последовательств и вот это и есть масштабированная энтропия автономфизма которую я согласен любящий важный вот значит это есть простейшие метрические динамики и теперь естественно спросить что же может быть еще значит я прошу прощения я не буду будет один час и может быть пять минут так что перерыва мы не будем делать я так что голос уже исходит значит это есть такой вариант и вот теперь давайте посмотрим что он характеризует вот это между прочим может быть самая правильная точка зрения что вот у вас есть компакт вы метрику начинаете менять пространство то же самое метрику менять начинаете менять даже если началось многообразие то трехмерным то после изменения метрики уже вы не можете вложить новую метрику изометричных трехмерных пространства это будет более пространство более высоко размером поэтому грубо говоря речь идет о том что вы меняется размерность этого пространства и скорость изменения размерности масштабированная но дальше я вступаю в этом месте уже в область положения потому что на мой взгляд вот эти не вернулись не система к система которых я говорил который открыл амштейн вместе с шутцем они показали что есть континуум к систем которые не замок не вернулись и непонятно что так вот эти системы на самом деле на мой взгляд характеризуется тем что энтропия она характеризует только мощностную мощностной рост это если угодно одноместный вариант то есть вы в каждый момент должны сказать какова энтропии а то что там происходит судя по всему это уже поведение которое описывается не одной не одним не в один момент времени а когда вы смотрите что происходит на скажем двух соседних или на нескольких соседних грубо говоря эффект который открыл анштейн состоит в том что хаотичность может быть нерегулярной для схем обернули хаотичность является детерминированной там все время происходит так сказать совершенно одинаковое накопление информации а в общем случае она может быть неодномерной и это неодномерность должна возражаться в том что динамика этого металлического компакта она более сложна чем такое ну вот я перехожу к последней части моего доклада которая относится к основной теме следующим странным все что я рассказывал возникло из решения совсем другой задачи которая тоже привела к вопросу о том как меняется метрика какова динамика метрики но динамика совершенно иная чем под действием какого-то преобразования это задачи которым я занимаюсь еще 30 лет назад это теория фильтрации самый простой пример фильтрации такой вот вы берете опять таки динамическую систему и рассматриваете сигма алгебра прошлого как теории рассеяния вы берете последовательность под пространство только не уходит прошлое и пересечения дает к реальному и вопрос состоит в том как они себя ведут дело значит органическое это значит что тривиальное печенье эта задача возникает не только в теории процессов но и в других вопросах и она интересна и очень сложна значит динамика здесь тоже мы имеем дело с последовательностью разбиения сегма алгебр и хотим понять какие есть законы у этих последовательности вот то что я в заключении хочу сказать задача которая была решена недавно мной и моим аспирантом она из этой области и я сейчас скажу в чем она стоит значит если этот сдвиг в бердуре взять то вот эта последовательность она периодична по закону нуля институтского могурова она называется стандартная такая простая последовательность каждая следующая сегма алгебра получается если вы добавите одну независимую но однако есть совершенно другие последовательности которые не заморки вернулись это но тем не менее вы не сможете это за обнаружить на конечном числе шагов финик на минусе сигма алгебра и разбиение вот у вас есть разбиение вот один шаг что такое довольно странная вещь я у меня есть метрика на пространстве а теперь я вместо этого иду метрику уже не свободно не на самом пространстве она фактор фактор пространстве по первым разбиение как очень просто я возьму вот на почти каждом элементе есть условные все это происходит метрическом пространстве и я могу просто взять расстояние по второму между условными мерами разумеется можно поднять эту метрику в исходное пространство только она станет полуметрика ничего страшного нет значит мы из метрики получили такую полуметрику новое расстояние есть расстояние между условными мерами элементов которые лежат данной точке и так далее если мы будем такую вещь производить мы будем итерировать вот этот процесс все более и более чудовищным образом потому что мощности растут невероятно то во всяком случае что важно понять что в этом информации об этой новом метрическом пространстве лежит вся память разбиение смысле вся эта конструкция неизбежно если вы хотите как-то сохранить память обо всем обо всем обо всей последовательности но не будем гнаться за этим а найдем какой-то энерриант вот этот энерриант именно так и ищутся значит вот я пишу что на самом деле я думаю что любое свойство можно выразить в этих терминах а сейчас я скажу про скеле биоэнтеропии и об основном примере который мой старый критерий состоит в том что последовательность фильтрации стандартно тогда и только тогда когда это последовательность метрии стягивает все в одну точку очень ясный критерий если все стягивается в одну точку значит довольно хитрым преобразованием вы можете эту последовательность сигналки просто перевести в бирнуровскую как-то и поэтому для других случаях можно понять а что будет если это не точка если нет сходимости в точке почему-то другого вот я перехожу к тому примеру которым я хочу закончить если много чего есть но этот пример настолько просто красив что о нем нельзя сказать и тут я опять-таки выполняю свое обещание я попутно скажу о замечательном примере который принадлежит каликову такое великанский математик это может быть пока единственный пример не бернольдерского архиморфизма формулируется очень просто вот давайте рассмотрим пусть у нас степь сдвинь вернули давайте пусть это действует каком-то пространстве а теперь давайте сделаем такую марковскую цепь точка x с вероятностью половины переходит в точку 3x и с вероятностью половины переходит в точку 3x теперь у вас x будет в расстанском состоянии марковской цепи и вы блуждаете то вы идете по траектории вперед то назад значит у вас две случайности сам этот т от автомобиля вернули а вы еще к тому же добавляете такую случайность двигайте туда и на первый взгляд кажется ну что же эти две случайности друг другу усилить это будет все совсем случайно ничего подобного вот сдверьте пространство марковской цепи уже не будет и причина этого грубо говоря стоит в том что у вас из-за этих блужданий появляется детерминированный момент почему да потому что случайное блуждание на прямо на решетке возвращается вновь с вероятностью единицы и поэтому вы опять повторяете то что у вас когда-то было вы вклеили опять-таки как некоторые к этому но это все точно можно выразить его ткани как доказал что это не теперь дальше пойдем а что если мы возьмем не одномерную решетку а двумерную модель это называется случайное блуждание о случайной середине значит мы блуждаем на двумерной скажем решетке с вероятностью одна часть отсюда и опять таки выберете например скажем конфигурации 0 1 конфигурации и двигайте с вероятности нас вернулись к веры и двигайте кто туда 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 сюда в результате получается опять некоторый марковский процесс который тоже не вернулись и опять-таки причина этого в том что он что блуждание не блуждание позвольте начиная с трех уже совсем другое дело тот процесс который получится будет вернулись к это результат двух математиков шведского и голландского повреждения что они доказали что если д больше или равно 3 то это будет вернулись к система правда там есть свои тонкости но это сейчас не может и вот теперь вопрос а что если бы возьму все эти марковские процессы и посмотрим как ведет себя прошло или опять же я возвращаюсь постановки исходной постановки вопроса почему это важно а можно ли один процесс перекодировать другой сохранением прошлого один другой их можно перекодировать для больше трех потому что всегда можно добиться чтобы то есть можно под полосочные тропии одна и также они вернулись к и теорема что ими работают а вот сохранение прошло и вот наш результат который развивает результат рудольфа хэлли хоффман для д равного единице для д равного единице это моя старая задача верно или нет что он постоянно стандартно вот они доказали что она нестандартно что неудивительно потому что сам процесс не а вот для других и вот наш ответ на котором я сегодня закончил но я уже написал что масштабированная тропия оказывается положительно когда cn равняется n степени д2 я прошу прощения в этой науке то н которое там было для классического случая надо заменить на 2 степени n потому что группа здесь не не z а сумма z2 поэтому если вы хотите перейти к сравнению с тем надо вместо этого н з логарифм то сравнивать с тем надо значит вот то есть иначе говоря калмагоровский вариант когда будет 20 а в этом случае а в этом случае будет n степени дтэ пополам вывод такой что вот это свойство компакт вы считаете что такое это свойство вот этого компакта который мы интеллируя кантаровича получили этот компакт ведет себя с разной скоростью становится бесконечно мерным при разным лет и поэтому эти прошлые не замокно вы не можете перекодировать ну вот я этим примером и хотел закончить это значит я повторяю результат наш с горбульским который позапрошлый фактически но можно подположить видеть из того что я говорю что здесь огромное количество разных задач причем хочу подчеркнуть что они выходят за рамки собственно органической теории потому что речь идет об изучении динамики метрик даже конечных метрик к этому все и сводится и асимптотики конечных метрик эта тема несомненно я уверен будущем будет развиваться это очень популярна спасибо вопрос а вот само существование такой последовательности у которой не было положительно а супер он был бы не бесконечный оно очевидно и не тянет но было хорошо а известно что она всегда существует что одна одно разбиение одна последовательность последовательность да известно известно это и есть на самом деле вот значит ференция который занимался близким не вопросом на самом деле рассматривает отдельно это отдельно другое но на самом деле это можно изменить это намек на то что вот теория эпсоно энтропии она ведь на самом деле Есть теория, в некотором смысле, теория размерности, только размерность не буквально в смысле, что какая размерность конечная получается, а просто по определению, можно сказать, что по определению размерность это рост эпсалонотропии. Вот, только в этом смысле я имею в виду, потому что на самом деле я думаю, что буквально эта размерность может быть бесконечная довольно сразу, если настаивать на том, чтобы было бы изометрическое погружение. Но это и не нужно. А вообще, это вопросы, связанные с тем, что кроме эпсалонотропии можно еще для динамики использовать. Это ясно, что эпсалонотропия очень все-таки грубый вариант такой динамики. Я повторяю, что она такой, это одноместный вариант. А у нас есть такой процесс развития метрик, и поэтому интересно посмотреть, что такое, допустим, два, две соседние метрики, как они себя делают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ